Музыка Накануне восьмого тура руководство Форте расторгло договор с главным тренером команды Павлом Могилевским. И в Москву таганожцы приехали под руководством назначенного на эту должность с приставкой ИО Александра Маслова, которому и предстояло добиться положительного результата в игре с соседом по турнирной таблице. Однако уже на 10-й минуте москвичи открыли счет. Павел Попов прошел по левому краю и, войдя в штрафную площадь Форте, точно пробил в дальний угол. 1-0. Через две минуты Александр Панченко сыграл рукой в своей штрафной площади. И москвич Даниил Тюменцев с точки легко переиграл Расула Митцаева. 2-0. А на исходе 25-й минуты Александр Конев, обыграв по ходу нескольких таганурцев, сыграл стенку с Виктором Нафиковым и точным ударом в дальний угол забил третий гол. Дополнение к трем пропущенным мячам на последних секундах первого тайма был удален Идрис Муслуев, и Форте остался в меньшинстве. Второй тайм начался с атакки москвичей, и Виктор Нафиков средней штрафной отправил четвертый мяч в ворота Расула Митцаева. А на исходе 60-й минуты после подачи углового Радий Ямлеханов головой вколотил мяч под перекладину, установив окончательный счет в матче 5-0 в пользу Чертанова. Третье подряд крупное поражение Форта в играх первенства страны и незавидная девятая строчка в турнирной таблице. В следующем туре, который состоится 9 сентября, таганурцы на своем поле будут принимать курский авангард. Субтитры создавал DimaTorzok